В редакцию телеканала Тверской проспект обратились жители микрорайона «Юность». Они сообщили, что в районе улицы Фрунзе началась вырубка деревьев. Горожане жаловались, что их лишили одной из последних зелёных зон – небольшой берёзовой рощицы. И были уверены, что её происходящее незаконно. А чтобы разобраться в ситуации, на место выехала наша съёмочная группа. Вместо гуляющих здесь обычных хозяев с собаками – рабочие с бензопилами, а вместо берёзовой рощицы – бульдозеры. Как рассказывает местный житель Сергей Одинцов, на протяжении нескольких лет вот эта территория между двумя многоэтажками на улице Фрунзе, неподалёку от школы номер 50, была местом притяжения жителей окрестных домов. Они прогуливались здесь, играли со своими питомцами, отдыхали с детьми. Здесь люди все, и я в том числе, ходили по этим лескам, собирали грибы. Могли запросто насобирать полпакета, пакет под берёзок, под осильников. Люди просто отдыхали. Здесь была огромная зелёная поляна. Люди выходили, загорали, дышали, занимались зарядками. Однако пару дней назад на участок пригнали бульдозеры. Начались активные работы по зачистке территории от молодой поросли. Происходящее обеспокоило горожан, ведь после возведения неподалёку новых жилых комплексов это место оставалось, по сути, последней зелёной зоной. Мы думали, хоть вот этот пятачок оставят хотя бы для выгула собак. Раньше мы там все выгули, в лесу. Все были собаки здоровенные. Доги, боксёры, овчарки, лайки. Все были. Никто не ругался. Всё, места хватало. Также жители усомнились в законности проводимых здесь работ. В ходе общения с нашей съёмочной группой горожане называли работающих здесь людей чёрными лесорубами. Варвар! Это невозможно. Смотри, берёзки. Они тебе что, мешают? Они же там дают кислород. Однако выяснилось, что все мероприятия на участке проводятся совершенно легально, в полном соответствии с законодательством. Площадку на улице Фрунзе готовят к возведению жилых домов. Работой осуществляет компания «Специализированный застройщик АСТ». Представитель фирмы-застройщика показал нашей съёмочной группе все разрешительные документы, в том числе порубочный билет – важнейший документ при подобных работах, подписанный начальником Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Виталием Клишиным. «Порубочный билет на все деревья, которые находятся...» «То есть тут даже деревья посчитаны, я вижу?» «Конечно. За них уплачена вот сумма. Все деревья переписаны. Есть все фотографии, соответственно, деревьев вот на этом участке. Всё, всё, всё. «Сколько здесь всего деревьев, вот по вашим документам? Подсчитана каждая берёза, я так понимаю?» «На этом участке, да. 113». «113 деревьев, вот они будут здесь как бы вырублены, да, и вывезены куда-то?» «Да, да, да». Словом, претензии местных жителей оказались необоснованными. Работы ведутся легально. Все подтверждающие это документы есть. Впрочем, понять горожан тоже можно. Ещё недавно вокруг их домов были пустыри, где они могли выгуливать собак и мирно прогуливаться. А сейчас, куда ни глянь, масштабная стройка или подготовка к ней. Но подобная ситуация для активно застраивающейся Твери совершенно типична. Как говорится, лес рубят, щепки летят. И там, где ещё вчера было, что называется, чистое поле или небольшая рощица, сегодня стоят жилые комплексы для десятка семей. А местным властям, наверное, стоит подумать о создании в этом районе новой зоны общественного отдыха и специально оборудованных площадок для выгла животных, дабы компенсировать горожанам утраченную берёзовую рощу.